Тасауф нас призывает к тому, чтобы мы поклонялись, служили, исполняли предписания, остерегались всего запретного, не только внешнего, но и сердечного, и даже мысленного. Но при этом у нас надежда была на Аллаху Та'аля, и чтобы мы боялись его наказания в любом случае и надеялись на него в любом случае. Цикл уроков по Тасауфу на YouTube-канале Муфтията Республики Дагестан. Богослов Абдулла Ацаев. Урок 3. Продолжая тему, которую мы начали в прошлую субботу, эта книга Икал-Иль-Химам, мы будем оттуда некоторые необходимые для нашего времени хикматы цитировать и разъяснить, как их разъяснил Ибн Аджибад. Аль-Бабу-ль-Авалу валамма кана ельму Тасауфи иннама хуа натаэджу амали сахихати. Мы говорим о Тасауфе как названии науки, который включает в себя, как человеку очистить свое сердце от плохих нравов, от ее прихоти и украсить его благими нравами. Это является Тасауфом, который именно назван эта наука. На прошлом уроке мы говорили о определении Тасауфа, что такое Тасауф, какое месть он занимает среди всех религиозных наук, насколько он ценен и дорог, какие пользы и плоды ожидать от Тасауфа. Он говорит, поскольку Тасауф является результатом благих деяний и плодами чистых состояний, как об этом говорил Пророк, салли Аллаху, алейкум, если человек будет следовать знаниям, которые он приобрел, Аллаху Таалла одарит его знаниями, которые у него раньше не были. То есть Аллаху Таалла ему раскроет знания, которые у него изначально не были. Вот как подтверждает этот хадис, когда человек следует своим знаниям, когда он служит Аллаху Таалла без каких-либо целей ради его удовольства, Аллаху Таалла раскрывает его сердце знания, которые у него раньше не были. Вот имам Азали Ихиа говорит, наши деяния соответствуют состоянию нашего сердца, то есть что в сердце, то и на органах. Но Аллаху Таалла так сотворил, что деяние органов передает свой эффект и на сердце. Это так Аллаху Таалла сотворил. Например, если у человека в сердце скупость, он, конечно, не будет скупим, он не будет давать, к примеру приводим. А если он себя заставит давать, заставит, вопреки своей скупости, вот это его деяние отражается на сердце, исправляя его и делая его щедрым. То есть состояние сердца, если хорошее, деяния тоже будут, соответственно, благими, а благие деяния еще больше украшают, улучшают состояние сердца. И такой получается круговорот. Один другого усиливает. Поэтому, поскольку Амал является средством, которым достигается очищение сердца, и вот Аллаху Таалла потом дает знания, которые не были, он говорит, «Мин алямати льатимади аляль амали, нуксану ражаи инда в учуде залали». Вот это очень важный хикмат, потому что некоторые говорят про ширк, многобожие, про куфру, про туда-сюда. На самом деле Тасауф не только обращает внимание на необходимость чистоты в религии, как веры, но даже деяния, которые совершаются не ради Аллаха, они считают ширком. Потому что пророк Аллаху Саламу его назвал «ширкун асхар» – маленький ширк. Поэтому по отношению к Тасауфу обвинять их в каких-то несоответствующих тавхиду вещей, это вообще не к месту. Потому что Тасауф призван, чтобы тавхид был чистым, чтобы тавхиду не было никаких дополнений или же каких-то искажений. И он говорит, признак того, что человек опирается на свои деяния, то есть он свои деяния видит, замечает, считает их достойными, чтобы за них Аллаху Тала его одарил. Вот таким признаком является когда он попадает в грех какой-либо, ибо человек грешен по своей природе, кроме пророков. И когда человек совершает грех, у него надежда на Аллаха уменьшается. То есть, когда он делает хорошие поступки, у него надежда больше, а когда он попадает в грех, его надежда уменьшается. Это означает, что он не на Аллаха надеялся, а на свои деяния. А в Тасауфе такое не приветствуется, потому что они говорят, и ты, и твои деяния сотворил Аллах. Ты лишь место, на котором вот это Аллаху Та'ала воля, его сила, его ирадат, его кудрот проявляется. Поэтому, если ты на самом деле вот с таким чистым намерением делаешь амал, от того, что ты в грех попал, твоя надежда на Аллаха не должна уменьшаться. Потому что Аллаху Та'ала был достойным, чтобы его боялись, несмотря на наши благие деяния, и также он был достоин, чтобы на него надеялись, несмотря на наши грехи. Грехи, которые мы совершаем, и от которых мы делаем покаяние. То есть, иртимадом считается, когда ты на что-либо опираешься, на что-то ты надеешься на него. Амал. Что такое амал? Амал бывает двух видов. Амал нашего тела, деяния тела. То есть, деяния, которые мы совершаем нашим телом, как намаз, например, или же как пост, или же другие, что мы своими устами читаем, которые устами читаем. Вот это деяния. Или же деяние сердца. Деяние сердца означает, например, человек вознамерился, вознамерился совершить грех, но не делал. Телом не делал, но здесь намерения не было. Он подумал, завтра я пойду, кого-то обману, кину. Такой намерения не было у него в сердце. Но завтра не успел. Или тот уехал, или какие-то обстоятельства изменились, но не сумел. Вот это тоже считается деянием, и за это он получает грех. Считается как грех. Это деяние сердца. Он телом ничего не сделал, но сердце уже грех совершил. И наоборот. У тебя было намерение завтра посетить мечеть и совершить там этиков. Но ты, Аллаху Таалла, удержал от этого, заболел, или там пришлось уехать куда-то, не получилось. Хотя ты своим телом это деяние не совершил, но сердцем совершил. И Аллаху Таалла тебе за эту награду дает. Каждому человеку будет соответственно его намерением. Поэтому деяния делятся на две категории. Деяние нашего тела, деяние нашего сердца. Если это деяние соответствует шариату, пусть это будет деяние наших органов, или же это пусть будет деяние нашего сердца, это является т'уа, это подчинение Аллаху Таалла. А если наши деяния противоречащие противостояниям шариата, это называется маоаси, ослушание. Поэтому Суфии видят деяние трех уровней, то есть они смотрят на деяние как на три уровня одного и того же деяния, состояние деяния, например, водитель, бывает разных категорий, У которого категория B, у которого C, у которого D. Вот такие категории. Хотя они все водители и все водят машину. Но разные. То же самое наши деяния, они делят на три части. Не они делят, так и есть. Они говорят, амалю шариата. Первое это деяние шариата. То есть мы делаем то, что нас обязал Аллаху Та'ала нашим телом. Совершаем намаз, ходим на джума. Там, соблюдаем пост, вытвачиваем закат. Вот эти деяния шариата. И эти деяния описаны именно в книге фикха. Вот здесь муталимы, здесь алими, они знают фикха, что такое. Это книги, которые описывают действия нашего тела. Это поклонение, которое мы совершим телом. Это первый уровень. Второй уровень это деяние тариката. То есть, чтобы твои деяния были ради Аллаху Та'ала. С ихлясом. Первый уровень, ты эти деяния совершаешь своим телом. Второй уровень, когда ты эти деяния совершаешь ради Аллаху Та'ала, ради ее удовольства. Уже третий уровень, еще высокий, чтобы ты это амал вообще не видел. Ты не замечаешь свою амалу. Ты замечаешь лишь Аллаху Та'ала. Он тебе обязал, ты делаешь. Ты не ожидаешь за свои деяния какую-то награду. Потому что ты видишь, что и тебя, и твои деяния сотворил Аллаху Та'ала. А если он сотворил, какое тогда твое, там, здесь видно этот амал, чем ты это заслужил, награду, да? Он это видит чисто, милость Аллаху Та'ала. Он пожелал, дает. Не пожелал, забирает. Вот это уже хаикат. Посмотрите, один и тот же намаз совершает тремя разными способами. Один просто ты совершил. Вот в книгах фикха написано, когда мы говорим Аллаху Акпар, поступая намаз, если мы в это время Аллаху Акпар в сердце имели Аллаху Та'ала, достаточно. Даже если ты до конца намаза все время будешь думать про деньгах, про своих мирских делах, про своих семью детей, намаз считается. Но в тарикате, это намаз, даже если он внешне считается, но они говорят, во время намаза ты должен быть в хузуре. То есть, чтобы твое сердце было занято Аллахом. Посмотрите, какая разница. Намаз то же самое, не меняется. Шариат не меняет. То есть, намаз не становится, где четыре раката, пять раката не становится, где два сужда, три не становится. Намаз то же самое, но вот сердце там другое. То есть, сердцем ты поклоняешься по-другому. К этому призывает Асаву. То есть, чтобы мы исполняли вот это же предписание шариата, но уже с искренностью, ради Аллаху Та'ала. Либо ты вообще это не замечаешь, не замечаешь своим деянием. Это уже хариат. То есть, шариат – это исполнение предписания шариата, как предписано, как полагается, соблюдая все условия, все арканы, все шруты. Это шариат. Тариат – это когда ты эти же самые действия совершаешь, но уже с искренностью, ради Аллаху Та'ала. Хакикат – это когда ты это деяние своими не видишь. Это деяние, которое Аллаху Та'ала над твоим органом, над тебя проявил. Как мы говорили в первой лекции, хадис пророка, где он, где ангел Джабраил пришел, задал вопрос насчет имана, ислама и иссана. То же самое. Амалу ль-ислам – это Это первый ислам. Иман – чтобы в сердце была вера, ихсан – чтобы это было ради Аллаху Та'ала. А вот такулю. Амалу ль-ибадати, ваамалу ль-убудияти, ваамалу ль-убудати. Тоже три уровня. Ибадат. Просто ты Аллаху Та'ала свое служение показываешь. То есть, делаешь то, что он для тебя, на тебя обязал, на тебя предписал. Это уровень шариата. Ваамалу ль-убудияти. То есть, ты делаешь, потому что ты видишь, что ты раб Всевышний Аллаху Та'ала, и он достойен этого. Он достойен твоего служения. Ваамалу ль-убудати – это уже уровень освобождения от рабства, от других вещей. Не от Аллаха. Рабом Аллаху Та'ала человек не перестает быть. Он всегда раб Аллаху Та'ала, должен быть рабом. А вот от остальных вещей он должен освободиться. То есть, не должно быть что-либо, которое связывает его сердце. Если он связан с Дуньялом, он раб Дуньяла. Если он связан с семьей, он раб семьи. Если он связан с наградой или же наказанием, он раб этого. То есть, будет это, когда ты освобождаешься от всех связей, кроме с Аллаху Та'ала. А вот я говорю, амалу ахли ль-бидайати, амалу ахли ль-васады, амалу ахли ль-няхайати – уровень. Вот обычный уровень, первый уровень, который мы совершаем нашим телом. Второй уровень – это начинающий уровень людей на пути, Аллаху Та'ала. Второй ахли ль-васады – когда ты уже достиг чистоты, чтобы твои намерения соответствовали их ль-васаду. И ахли ль-амалу ахли ль-няхайати – когда они где-то видят лишь от Аллаху Та'ала. Шариат означает, что ты ему поклоняешься, исполняя те предписания, которые Аллаху Та'ала на тебя возложил. Это шариат. Чтобы ты это исполнял именно с целью довольствия Аллаху Та'ала. То есть, твой ибадат направлен на его довольство. Ахликат анташхадаху – чтобы ты его познал. Познание Аллаху Та'ала. Вот это уже третий уровень. Получается, это и тариат, и шариат, и хаигат – это одно и то же, просто его разные сифаты. Ахликат – он улучшает, украшает твое сердце. Ахликат – украшает, улучшает твои мысли. Например, мысли, что такое? У человека такая функция мозга, он все время о чем-то думает. Какие-то мысли приходят. Правильно? Если мы послушаем свои мысли, все время что-то идет. Поток мыслей не прекращается, пока человек живой. Аллаху Та'ала нас таким сотворил. Вот эти мысли, за них мы не в ответе. Какие бы мысли в голову не пришли, если мы в дальнейшем их не будем развивать, за эти мысли мы ответы не несем перед Аллаху Та'ала. Потому что они нам не подвластны. Аллаху Та'ала это для нас простил. Но, когда человек, вот, исполняя предписания Аллаху Та'ала шариатские, исполняя их именно с ихлясом в сердце, и, в конце концов, он приходит к тому, чтобы эти мысли были об Аллахе. То есть, он не контролирует, они сами так приходят. Это уже айгат. Для улучшения нашего тела, органов, необходимо три вещи. Битава, это первое, покаяние. Поскольку человек, который вступил в путь, приближающий к Аллаху Та'ала, который приводит его к познанию Аллаху Та'ала, начинается с покаяния. Потому что грехи, это такие гири, такой груз, который нас удерживает. Необходимо от них избавляться. А это получается путем чего? Естественно, покаяния. Первый уровень – это начало пути покаяния. Вот таква – страх перед Аллаху Та'ала. То есть, ты знаешь, если ты не будешь исполнять его предписание, он тебя накажет. Вал-истикамат. И чтобы ты старался это все сделать по-истикамату. То есть, без чрезмерности и без недосадочности, чтобы это было середина. Это первая часть. Этим улучшается наше деяние тела. То есть, если мы делаем покаяние, если мы боимся Аллаху Та'ала, то наши деяния будут соответствующими шариату. Наши сердца улучшаются тремя вещами. Бил-ихляс. Это первое. Это ихляс. Чистое намерение. Ва-сидк. Это правда. Правдивость. Вот уманинату. Чтобы ты был спокоен при исполнении ребятатов. Куда-то не спешил. Что-то тебя не отвлекал. Чтобы ты спокойно чувствовал спокойствие при ребятате. То есть, когда ты совершаешь ребятат, у тебя на сердце спокойно. Ты куда-то не спешишь, к примеру. Ва-исляху сараи ребяталятит умурин. А наши мысли, уже ширру, это еще глубже. Бил-мураккавати. Контролируй их. Валь-мушхадати. Валь-марифати. Уже это уже уровень высокий. Человек контролирует свои мысли и не допускает, чтобы мысли были, которые шариат запретил, и чтобы они были лишь об Аллаху Та'алям. Ау-та-голю. Исляху лавахири биштинабин навахивам титаль ау-амири. Первое. Улучшение нашего захира. Захиром мы называем наши деяния нашего органа, нашего тела. То есть, то, что мы своим телом делаем, это называется захир. А батин – это что у нас в сердце. Вот наше тело, деяния нашего тела, чем они улучшаются? Биштинабин навахи, умтиталь ау-амири. Если мы остерегаемся от запрещенного и исполняем все, что нас возложил Аллаху Та'ала, это мы улучшили свое поведение внешнее. Но необходимо отметить, что улучшение наших действий напрямую связано с улучшением сердца. Ибо, Газали говорит, с каждого сосуда выливается то, что находится внутри сосуда. Если сосуд наполнен водой, оттуда же другой не выливается. А если он наполнен вином, оттуда медом выливается. Поэтому, если здесь у тебя грязно, действия тоже будут, соответственно, грязными. Даже если ты стараешься, чтобы они были хорошими, ты отвлекаешься на минуту и все проявляется. Вот так бывает. Поэтому, исправление нашего захира, нашего тела, зависит от исправления нашего сердца. Для того, чтобы у нас сердце было хорошим, необходимо освобождаться от неизменных нравов, украшать это все красивыми нравами. Например, если у тебя в сердце имеется недовольство тем, что Аллаху Таула тебе надалил, вместо него ты его убираешь, украшаешь довольством, или же, если ты обычно ожидаешь от людей что-либо, то есть у тебя надежда на людей, вместо этого ты его украшаешь с надеждой на Аллаха. Вот это является очищение от неизменных качеств и украшение благовыми качествами и нравами. Улучшение нравов проявляется еще в таком образе, что ты перед Аллахом Таула себя чувствуешь ничтожным, потому что тебя вообще Аллах Таула сотворил, и твои деяния Он сотворил, поэтому у тебя нету ничего, чем ты можешь гордиться. То есть, когда на меня вся одежда, которую Он мне дал, моя папаха, Он мне дал, я кушаю еду, которую Он мне дал, тогда у меня что остается, чем мне гордиться, если даже я красивый одет, опрятно, я сытый, на хорошей машине езжу, если это все мне Он дал, от меня что тут получается, чем мне гордиться, я должен быть благодарен этому человеку, да, то же самое, когда Аллах Таула нам дает жизнь, когда дает здоровье, когда дает тавфик и волю, делает аад, когда на наших органах Он проявляет подчинение, а не осущение, и когда Он за это же нас награждает, от нас что? Чтобы мы считали, что мы чего-то достойны. Он все дал, и за это нас еще и благодарит. Поэтому, говорит Он, Ислаху Сараири, это наша внутренняя глубина, наши мысли, они улучшаются, когда они чувствуют свою ничтожность, когда они перед Аллахом Таула как сломлены, да, разгромлены таким. Далее Он говорит, ни один человек из вас в рай не пойдет своими деяниями. То есть, ваши деяния вас в рай не приведут, ни одного человека. А ты, пророк сказал, ты тоже не войдешь в рай из-за своих деяний? Даже я не войду в рай по своим деяниям, если Аллаху Таула меня не окунит в свою милость. То есть, здесь получается, наши деяния, они не являются теми вещами, которые нас приводят в рай, если на это нет милости, это одна сторона. То есть, в этом хадисе говорится, это для чего? Для того, чтобы понимать, что есть шариат и есть хаиат. Некоторые отрицают. Вот сейчас мы приводим один пример, на одном примере можно это понять. Здесь говорится, никто из вас из-за своих деяний в рай не попадет. То есть, ваши деяния в рай не приведут. Здесь так говорится, да? Есть в другом месте, что Аллаху Таула нас именно именно своими, то есть, наши деяния нас приводят к в рай, да? Такое тоже есть. Как сейчас это все? То есть, как это все? Вот этот аят. Войдите в рай из-за ваших деяний. То есть, за то, что вы служили мне, поклонялись, делали рибадат, войдите в рай. В этом аяте говорится, что наше деяние приводит нас в рай, а в хадисе говорится, что наше деяние в рай не приведет. Вводим против речи, да? Вот здесь проявляется, что мы же вначале говорили, он говорил, что и шариат, и тасауф, это все берется из урана и хадиса. Вот здесь, в этом аяте, здесь говорится об шариате. То есть, когда эти, ну, урешите, да, они еще ислами не были, Аллаху Таалу их призывает в ислам и обещает им награду. То есть, обычный человек так бесплатно ничего не делает. Ему нужна плата, ему нужен какой-то стимул. Вот Аллаху Таалу стимулирует его, обещая им награду. И когда он принял ислам, стал мусульманином, исполнил шариат, его вера укрепилась, тогда Пророк Абхази Солдан ему говорит, ваши деяния вас не приведут в рай. То есть, вы должны убаваться на Аллаху Таалу. Это означает, что вы должны делать все, что Аллаху Таалу вам повелел. Но ожидание награды, это поменилось Аллаху Таалу. Он пожелает даст, не пожелает, не даст. Наше дело делать, исполнять то, что он предписал. И наши деяния не являются теми причинами, которые нас приводят в рай, если на это нету милости Аллаху Таалу. Далее, он говорит, когда человек на людей опирается, на кого-то опирается, на кого-то опирается, это является признаком, что он несчастный человек. Только несчастный человек может опираться на людей. А если человек опирается на свои деяния, это тоже признак, что он не знает, что эти деяния могут уйти. Как уйти? К примеру, человек сколько бы ни делал деяния, если у него намерения нечистые, они не считаются просто так, просто не считаются. деяния, вот Аллахи Сау Таусам говорит, что хасад зависит, сжигает наши деяния, подобно тому, как огонь сжигает сухую траву. Вот так сжигает. То есть, если мы будем надеяться на наши деяния, а они уже исчезли, наши другие плохие поступки их уже сожгли, их нет вообще, они исчезли. На что надеяться? Это означает, что ты не знаешь, если ты надеешься на свои деяния, ты не знаешь, что они, вот, завал, уйдут. У нас в моде там говорит о больших хараматах, чудесах, больших аулия. И это, как бы, самый главный признак, что он является валием или же шейхом. На самом деле, ахлю л-хакки вот эти хараматы считают чем-то там преградой, удерживающим на пути продвижение. Он говорит, когда человек не находится рядом с искренними, чистыми аулияами, которые достигли уровня познания Аллаху Таала, тогда они смотрят на караматы и ахвали. и лишь убавание на Аллаха, надеяться на Него, только от Него ожидать, это является познанием Аллаху Таала. И уже возвращаясь к тому хикмату, с которым начали урок, если человек на Аллаха надеется, то он не будет, его надежда не будет уменьшаться из-за того, что он в грех попал. И так же его надежда не увеличится, если он делает хорошее деяние. То есть, если у человека убавание не на деяние, а на Аллаху Таала, его страх и надежда не меняются соответственно его деяниям. Потому что он знает, что деяния, они могут просто исчезнуть, если он что-то допускает. И так же он знает, что Аллаху Таала, как был сифатя Джалаль, Джалаль, это сифат Джалалия, это такие сифаты, которые указывают на его могущество, на его силу, на его способ, на его силу кого угодно наказать, к примеру, да, вот это Джалаль. Джамаль, а его прощение, милость, милостей, вот это сифат Джалалия. Аллаху Таала как был имеющим возможность наказывать кого желает или же просить кого угодно, он такими остался, независимо от наших деяний. И если мы лично Аллаху надеемся от того, что мы много рябата делаем, у нас надежда не уличивается, потому что мы знаем, вот эти деяния, они, если Аллаху Таала не пожелает, они нас не спасут. И так же, если мы допустили ошибку, и которые покаялись в нем, мы не должны терять надежду, мы должны быть между надеждой и между страхом, потому что Аллаху Таала как милосердный, как милосливый, так и наказывающий. Паинал хафи вараджаи. Ильтимада аля ла амаль, а если мы упываемся на наши деяния, тогда, конечно, да, ты там сегодня совершил утренний намаз с жамаатом, значит, ты красавчик, ты достоин, чтобы Аллаху Таала тебя наградил. А если ты какой-то грех совершил, то ты уже начинаешь уже на Аллаху Таала именно со стороны твоих деяний смотреть, так нельзя, говорит он. Это все не означает, что мы амал не должны делать, ни в коем образом. Мы должны делать амал, но надеяться на Аллах. Вот здесь самый главный смысл вот этого, что тасавуф нас призывает к тому, чтобы мы поклонялись, служили, исполняли предписания, остерегались всего запретного, не только внешнего, но и сердечного, и даже мысленного, но при этом у нас надежда была на Аллаху Таала, и чтобы мы боялись его наказания в любом случае и надеялись на него в любом случае, потому что он, он не меняется, мы меняемся, Аллаху Таала всегда одинаково, он не меняется, это изменение, это сифат хавадисов, которые появились в махлюка. Валя Буда говорит, он для этого не обходимо мин шейхин камилин юхриджука мин та'аби навсек, необходим для тебя шейх, который тебя вытаскивает, выводит из трудностей деяния к легкости познания, потому что именно он знает, каким образом тебя привести к познанию Аллаху Таала. шейх, на самом деле, совершенный шейх тебя приведет туда, где тебе будет легко. Это каким образом? Таким образом, что ты деяния видишь не своими, а деяниями Аллаху, которые сотворил Аллаху Таала. Это, когда ты видишь все происходящее от Аллаху Таала, тебе все облегчается. шейх, который приводит тебя к Аллаху, направляет тебя к Аллаху, это тот, который направляет тебя, чтобы ты себя забыл. Себя забыл это такое состояние, когда ты забыть себя означает забыть остальное, кроме Аллаха. Вот это означает. То есть, человек забывает остальное, кроме Аллаху Таала, не замечает ни себя, ни свои деяния, ни других людей. Это все он видит как мазахиру джалалихи и джамалихи. Аллаху Таала проявляет на тебя, на твоих деяниях, на твоих окружающих людей его могущество, его волю, его кудрот и радат. Поэтому здесь нету ничего, чтобы мы за него должны быть чувствовать себя каким-то достойным чего-либо от Аллаху Таала. То есть, мы недостойны, потому что наши деяния Аллаху Таала сотворил, как нас сотворил. В аль-хасилу Здесь муталимы наверное знают, в Куране бывают аяты зенгмутрак, бывают мукайят, бывают ам, бывают хас. Вот где-то что-то в Куране может быть обобщенно сказано. Потом в хадисе его как-то конкретизирует. Либо в хадисе бывает где-то обобщенно, а в Куране его конкретизирует. Вот здесь в этом аяте и в этом хадисе как раз такая ситуация. Где-то Аллаху в Куране в том аяте который говорит войдите в рай из-за ваших деяний. Это он ташрих делает. Он нам говорит вы исполняете предписание шариата. Вот нас требует чтобы мы шариат исполняли. Это здесь именно ташрих. То есть он нам указывает шариат. Что надо намаз делать, надо пост соблюдать, надо остальное все предписание шариата. Это вот именно ташрих. А вот этот хадис который мы говорили этот хакик то есть уже на самом деле как есть. Здесь он от нас требует чтобы мы исполняли предписание шариата а там говорится эти предписания шариата даже вы исполните но без милости Аллаху Он вас не спасет. Для чего? Для того чтобы мы надеялись на Аллах уповались на Него чтобы мы от Него ожидали милости а не от своих деяний. Вот для этого. Это тасауф это исполнение предписания шариата именно с чистым намерением. Просто его так назвали тасауфом. Это все тот же самый намаз тот же самый пост тот же самый закат но кто-то может его делать без тасауфа кто-то может его сделать с тасауфом разница будет в намерениях один просто сделал другой чистым сердцем сделал вот эта разница поэтому ничего из тасауфа не может выходить за рамки шариата и не добавляется не убавляется это лишь исполнение шариата именно с намерением чистым, ради Аллаху Тааля, уповаясь на Него Субхану Ва Тааля. На этом у нас урок заканчивается. Ассаляму Алейкум Рахмату Ва Тааля Ва Баракату.